Друзья, приветствую вас на моем канале. Сегодня по просьбе некоторых моих зрителей хочу показать, как прошить вот такой модуль TT Go TM Music Album прошивкой по проекту Your Radio. Данный модуль будет интересен тем, кто не умеет паять, либо просто не хочет связываться с пайкой. Прошив данный модуль, мы сразу же получим готовое интернет-радио. В этом модуле имеются все необходимые функции для использования в качестве интернет-радиоприемника. Здесь имеется встроенный цветной дисплей с диагональю 2,4 дюйма, имеются 4 кнопки, 3 из которых можно использовать для управления интернет-радио, а также имеется встроенный ЦАП PCM5102. Звук выводится на джек 3,5 мм. Показывать весь процесс прошивки данного модуля в этом видео я не буду. Для тех, кто ранее не прошивал ESP32 по проекту Your Radio, смотрите на моем канале видео с инструкцией по сборке Your Radio. В данном видео я только покажу отличительные моменты, касающиеся данного модуля. Перейдем к выбору необходимых библиотек. Для этого переходим на ресурс GitHub, на страничку автора проекта. Здесь спускаемся чуть ниже к списку всех используемых библиотек в данном проекте. Из этих библиотек нам понадобятся только библиотеки, которые я выделил красным. И теперь перейдем к созданию файла MyOptions. На данной схеме вы видите распиновку модуля TT Go TM Music Album. Обратите внимание, к каким пинам подключен дисплей, к каким пинам подключен ЦАП PCM5102A и к каким пинам подключены кнопки управления. Все эти данные необходимо будет вписать в файл MyOptions. Создать файл MyOptions с помощью онлайн генератора пока не получается, ввиду конструктивных особенностей данной платы. И поэтому я написал этот файл вручную. Текст файла очень маленький. Ссылку на данный файл я размещу в описании под своими видео. Вы можете его скачать и установить себе на компьютер. Также в описании под видео я постараюсь разместить текст этого файла, чтобы вы могли тоже его скопировать и вставить в свой файл MyOptions. Далее необходимо посмотреть настройки. Настройки должны быть такие же, как здесь у меня. Плата будет установлена ESP32DEV модуль. Ну и все остальные настройки точно такие же. Единственное, что у вас может отличаться, это номер COM порта. У меня это COM4, у вас может быть какой-то другой номер, который получил модуль на вашем компьютере. Также при установке на чистую очищенную плату ESP32 необходимо произвести ESP32 Sketch Data Upload. У меня он уже произведен. Иначе без этой опции вы не сможете запустить радио. Теперь можно приступить к прошивке. Нажимаем стрелочку и ждем, пока скомпилируется скетч. После окончания компиляции скетча нажимаем на модули кнопочку RST и затем, немножечко подержав ее, отпускаем. Модуль прошит и теперь можно подключить его к Wi-Fi сети. Не стал показывать процесс подключения радио к Wi-Fi сети, так как я его ранее показывал. Также я на радио уже загрузил список станций. И давайте теперь продемонстрируем, как оно работает на модуле TT Go TM Music Album. При включении питания, вот сейчас нажму спрос, он вот так включается. И для управления служат вот эти три кнопки. Вот эта кнопка для выбора меню, для выбора режимов и также для запуска радио. Радио подключено к компьютерным колонкам. Плоховато видим. И с экстенцией. Субтитры создавал DimaTorzok Громкость совсем выключена. Для увеличения нажимаем эту кнопочку. Громкость максимальная. Ну и еще раз покажу. Для перехода в режим выбора станции нажимаем эту кнопочку и немножечко ее удерживаем. Перевещаем все по меню. Для подтверждения выбора нажимаем эту кнопку. К сожалению, поток не вещается. Телелицы на экране присутствуют. Все сказано уже давно. Все это реплики главные. В общем, принцип вам понятен. И давайте теперь покажу радио, выполненное, встроенное в корпус на основе модуля TT GoTem Music Альбом. У меня уже на канале было видео про это радио. Конечно, корпус для него достаточно большой. Можно было его в 10 раз меньше сделать. Но у меня была как бы вот такая блочная система сделана. Здесь усилитель на 50 ватт. Ну, он уже занимает целый корпус. Как бы кому интересно, у меня видео на канале есть. Это радио было, в принципе, изначально сделано под K-Radio 32. Но я его перешил под Y-Radio. Видео вот вы сейчас видите, где про это радио рассказывается на канале. Там есть все архив деталей для печати на 3D-принтере. Здесь управляется одним энкодером. И также вот видите, подключен пульт дистанционного управления. Файл My Options для именно вот этого варианта вы сейчас видите на экране. Давайте теперь в конце покажу демонстрацию вот этого радио. Уже без комментариев. А на этом у меня на сегодня все. Всем, кому было полезно видео, ставьте лайки. Кто хочет что-то спросить или дополнить, пишите комментарии. И, как всегда, все ссылки в описании под видео. Всем пока. С вами был Константин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok